Привет, я Шик, и в этом видео я, как и почти год назад, снова дам Калашику аккаунт с 10 левелом Фейсита, где он будет играть на 2 КЛа. Сам Калаш говорит, что он отыграет на этот уровень, но из-за тиммейтов он застрял на 4 уровне Фейсита. Ну а ты не забудь поставить лайк и написать комментарий. Приятного тебе просмотра! Калашик, который играет на 2 КЛа, это Канарейка. В катке Элиан Аннал, Лена Аннал, и они все против нашей Канарейки. Я думаю, Калашик настроен серьезно, потому что я его предупредил про то, что будет запись, и про то, что я буду записывать прямо сейчас, в прямом эфире игра происходит. Задержка минимум полторы минуты, то есть все, что мы видим сейчас, это происходит у него в катке, и как мы видим, он действительно настроен супер серьезно. Так, я надеюсь, катку не задоджат. Хочу сказать вам, что на аккаунте Канарейки 28 АВГ. Если что, мы знаем, на кого кидать репорты за тролль. Ладно, все-таки, мне кажется, стоит их замутить. Убьет или не убьет 10 левел в коврах? Ван тапнул. Ван тапнул на минуточку. Короче, я понял. Первый раунд закончился, и противники уже пишут, что они будут троллить, и уже руинят. 2 кила. 2 кила от нашего калаша в команде. Привет, мы на сайте EpicDrop, и прямо сейчас на сайте проходит операция Rock to Knife, где по моей специальной ссылке вы получаете доступ к операции бесплатно. И на каждом 15 уровне вы получаете гарантированные перчатки или же тайное АВП. А за прохождение всей операции вы можете получить гарантированный нож от 10 тысяч рублей. Прямо сейчас на сайте появилось 19 новых кейсов. Попадая в топ-10 за день или за весь ивент, вы будете получать дорогие предметы. Прямо сейчас на сайте есть новый режим, бесплатный для всех пользователей. Суть разминировать плент, перерезая провода. За победу вы получаете призы, среди которых есть даже ножи. Играть можно раз в час, также их можно получить введя промокод. Давайте откроем пару кейсов и выберем самый дорогой дроп, который нам выпал. Завалялся ширпотреб, его можно улучшить в контрактах обмена на скин классом выше. Также режим апгрейд, где ты сам определяешь шанс удачного апгрейда скина. Ну и пвп режим сражения. Пополнить баланс на сайте можно всеми способами. А введя промокод шик, вы получите 15% в пополнению. Ссылку на сайт и промо вы найдете в описании. Играет в упоре в яме. Слышит всю перетяжку, и что типа сейчас выдал смог и просто отдал ему килл. Кидает молик в джангл. Ну, скорее всего, хотел кинуть молик в коннектор, но попал в джангл. Понимает, что в яме типа идет его давить. Понимает, что армора нет. Нужно собирать бабки. И выходит в прыжке, потому что... Это просто какой-то жесткий ёбарь. Это просто жесткий боженька кээски. В яме он, кстати, опять надамажит. Типа с хаешкой видит его и убивает. Разыгрывает яму практически так, как играют на 10-х левелах. Ну, практически. Будем учитывать, что это все-таки хлэш. Снова стоит в упоре. К сожалению, топнул. И пушит. Знаю, что подокончились патроны. Но это почти неожиданно мух. Он не мог угадать. Он, наверное, думал, снова играет два игрока в яме, как в предыдущем раунде в начале. Но, к сожалению, он слился. Так, наконец-то он покупает М-ку. Я уже заметил то, что он плохо зажимает. Но при этом зато он стреляет бёрстом. Позволит ли ему такой стиль стрельбы нагибать? Смотрите. Учитывая то, что он играет на 10-х левелах, он абсолютно не очкует. Он абсолютно не боится. Он, в принципе, абсолютно ожидает игрока в яме. Кстати, играет сейчас неплохо. Понимает то, что игрок в яме может быть. И коннектора не могли занять. И поэтому отходит играть КТ, чекая с прыжка. Пока что делает всё довольно-таки неплохо. Играет Саимова, при этом полностью запушил апсы. Хотя в идеале он мог там и остаться в этих апсах. И просто ожидать игроков на А, но на А уже никто не выйдет. Канарейка почти идеально сыграла этот раунд. То есть, он остался бы в апсах. Возможно, был бы какой-то эффект неожиданности. Ведь пока они заходят на Аплент, они навряд ли будут в первую очередь чекать апсы. Они будут чекать, возможно, форджим, яму, под коврами, КТ. И, в принципе, дефолтные позиции на А. И можно было бы словить какой-нибудь тайминг и сыграть через апсы. Смотрите, он снова не очкует и занимает ковры. Но его здесь 100% не чекнут. Шестерка идет его пикать, топает. И наш калаш будет к этому готов. Но этот угол он не чекнет. Ладно, он чекнул абсолютно все. Калаш не справился с стрельбой, мне кажется. Смотрите, он играет по факту не зажимаясь. Он ожидает всех игроков. Не боится пикать яму, не боится пикать апсы. Он, в принципе, ничего не боится. Это просто калашик на яйцах. Яму снова, кстати, выбегает игрок плюс вы. И посмотрим, как они его ожидают. Он не понимает, что он стоит на 90 и пропускает еще одного. Убивает его. Еще два в яме. Надеюсь, он их всех закроет. Идеально. Просто идеально. А там точно играют десятые левела. Ах, да точно я забыл. Сейчас же десятый левел это просто нубчики. Левел давно обесценился. У него счет 10-2. 5 кд у калаша на фейсити. На десятых левелах. Просто 5 кд. Наша канарейка ударяется об стенки. Что-то у него не так получается в любом случае. И проблема вся в мументе и понимании игры. Потому что, ну блин, в этой игре стрелять умеет каждый, мне кажется. Даже калаши. А вот правильно думать и двигаться может не каждый. Правильно передвигаться по карте. Правильно воспринимать инфу. И в принципе обрабатывать ее. Например, сейчас их 4 человека на Б. Можно бы как-то было сагрессивничать. Например, типу с пистолетом. Можно без проблем запушить Б-плент. Собрать информацию. Так еще и собрать ган. А он продолжает прыгать. За счет этого Т-шники полностью стягиваются. И у него нет информации. Хотя один возвращается. И сейчас будет снова ПВП один в один. Тип с пистолета мог бы запушить Б-опсы. И взять позицию. И собрать информацию. Было бы хорошо. Потому что их было 4 плента. Вы видели этот шот? Это называется, знаете, от страха шот. Испугался и пизды дал. Так, приемка Б-планта. Из А-опоры он превратился в Б-опору. И как он сейчас их примет? Минус килл. Ну, нормально. Учитывая, что он А-опорник, он сделал киллов больше, чем Б-опора. Но он понимает, что тот залез. И сейчас убьет его. Нет, к сожалению, не убил. Все потому, что он все время мешкался. Он мог занять какой-нибудь удобный для себя угол. И принять его. Но вместо этого он что-то прыгал. Залазил, слазил. Вот об этих моментах я вам и говорю. Посмотрим, дадут ли ему дроп. Укропчик, ну-ка. Давай укроп. Ну, два дигла это тоже неплохо. Хотя его оставили без оружия в целом. И сейчас три игрока под А-оплантом. Он прекрасно слышит игрока в коврах. И хорошо слышит в том, что яму вышли двое. Один с авиком и один стоит на тетрисе. Ему придется пвпшиться. И его, конечно же, ждут. Потому что он слишком сидел пассивно. Мог бы хоть как-то сагрессировать. Если он сейчас возьмет дигл и пойдет пикать окно. Я не знаю, что со мной будет. Это просто будет самый офигевший калаш на свете. А, он с глаком идет пикать миддл окно. Это реально самый офигевший калаш, который еще и собирает информацию. И перестреливает один в один топ фрайгера сервера. Ему просто плевать какой-то там анал, братан. Он просто берет и ломает твое лицо. И дальше идет играть закрывающим через миддл. Еще и убивает шорт. Это не калаш, это какой-то пистол кинг. На шорту больше никого нету. И все благодаря нашему калашику. Здесь уже он слишком обнаглел. И с такой дистанции играть в лака при этом стоять на позиции. При фаере это слишком нагло. Паласы, возможно, кто-то запустит. Допустим, он... Да, просто читается. И у них будет жесткая перестрелка. Идеально. Убьет ли он этого? Но этот байтер, на самом деле, он вряд ли его прочтет. Я слышал о том, что калаши, бывает, вешают что-то нереальное. Так вот, вы не спиздели, это действительно так. Так, флешку от окна. Флешку на дорожку. И идет пушить, плюс в. Убивает типа с фулл байом, который покупает первый армор против... Против. Нет, мне кажется, он сейчас внес огромное количество импакта с фармганом. Просто дофига. Он на яйцах вышел мидл, это первое. Убил типа с фулл байом, у которого был фулл закуп. И первый армор, кстати. И еще и ебнул в голову типа на шорту, у которого был второй армор и эмка. Которого в итоге добили. И сейчас он снова берет маг-10. И на яйцах просто понимает, у кого какие ганы. И бежит пушить и занимать позиции. Прикрывает своего тиммейта, но, к сожалению, умирает от Лена Анова. Смотрите, он не бежит, плюс выиграет паласы. Он ожидает поджим и контролирует все. Занимает, кстати, неплохой угол. И даже сейчас перезанимает другой угол для того, чтобы ожидать игрока в паласах. И идет распикивать аплэнд. Делает это немного неаккуратно. Но то, что он как минимум распикивает, это уже хорошо. Я не думаю, что ктшникам удастся выиграть эту игру. Но он снова на яйцах просто выпрыгивает смог, чтобы помочь своей команде. И не видит игрока на головах. Точнее, в коннекторе. И просто жестким калашевским аимом убивает его. Убивает еще одного. И убивает еще одного. Это просто какой-то охеревший калаш, который сделал максимальный импакт в раунде. И все это произошло только благодаря его стальным яйцам. Так, смотрите. Он понимает, что у противников не так много денег. Берет мак-10 и идет пушить аплэнд. Он понимает, что у противников пистолеты. И берет мак-10 калаш. И он прекрасно это понимает. Но понимает ли он, что игрок в упоре? Да, понимает это. Расчекивает. Как-то коза криво, но при этом делает килл. Это уже хорошо. Что ведь его команда просто сливается в миду. Понимает, что еще и паласы могли запушить. И отходит играть через мид и помогать своему тиммейту. Возможно, кстати, подбирать ганы. И все, этот раунд должен быть за ними. Ведь боплент фулл занят. Только игрок в ладере есть. Убивает коннектор. И почти на развороте убивает игрока в ладере. Зато собирает информацию. Я честно скажу, я не понимаю, какого бы калаше я не звал отыграть на 10 левеле фейсета. Почему-то все они какие-то жесткие. Прошлый калаш затащил на 3 пищи Элла клач 1 в 4. Этот калаш топ фрагер на сервере. Посмотрим, получится ли у калаша сделать грязь. О-хо-хо, как это жестко. Просто мамкин сына ничего не может поделать с этим калашом, у которого в руках дигал. Но я верю в нашего калаша, что он даст как минимум еще один хэдшот, либо фраг. Ой-ой-ой, смотрите, коннерейка покупает авик. Так, распикивает позиции с авиком. Дает, кстати, килл. Вытаскивает раунд с мертвой зоны. Он это реально вытаскивает раунд с мертвой зоны. Ведь под машиной, ты же слышал. Все, машину убили. Он очень жестко теряется. Очень жестко теряется. Два в китчине, братан. Давай, должен делать это. Так, ну вот сейчас мы увидели, почему ему тяжело играть. Потому что он жестко теряется и не собирает информацию. Ой, как это жестко. А, он убил бота. Ну ладно. Так, просто имитирует какой-то шум и непонятный раскид на А. И выходит в Аплент. По последнему есть инфа, но он ее не понимает. И смотрит до сих пор шорт, когда его тиммейты пушат миддл. Теперь он понял инфу, обработал ее. И идет просто за бомбы через т-спаун. К сожалению, до т-спауна не дошло. Но наш калаш дал опыт. Это как минимум уже хорошо. Его обезопасили дымом, но он все равно идет в наглую пикать. Еще и убивает анал. Все, они победили эту игру. Калаш сыграл, сейчас он 28-23. Последний на каты калашу в ней читает. Но его читают другие. И скорее всего он сейчас его закроет. Нет, он идет спиной к нему. Я в шоке. Я не знаю, как так все сложилось. Что тип на каты его даже не слышит. В итоге калаш закончил игру со счетом 29-23. Он настрелил 28 АВГ аккаунта. Напишите обязательно в комментариях. Хороший был ли это калаш и какие у него проблемы. Он обязательно прочтет. И я думаю, обязательно сделать какие-то выводы. Как вы видите, доказательство того, что соединение с сервером разоровано. Сервер был выключен. Эта катка была в прямом эфире. Я не знал, кто победит на самом деле. Он без разыгрывки просто зашел. И раскатал 10-х лвлов фейсета. Всем спасибо за просмотр. Обязательно напишите комментарий. Я их все читаю. И обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok